Всем привет! Сегодня я решила записать обзорчик небольшой своего мотика. Специально для этого я приехала в парк Муранец. Здесь, мне кажется, очень такая спокойная, хорошая обстановка, где можно как раз записать обзорчик. Здесь красивое, приятное, на природе. Вот мы с Мотиком приехали сюда. Вот он. Я на нем хорошо устроилась и могу поделиться впечатлениями о своем первом мотосезоне. Самое главное, что хочу сказать, с чего начать. Это то, что я никак не могу им нарадоваться. Да, это Шинерай 250 6С. Вот он. Проехала я на нем уже шесть с половиной тысяч километров. Вон там видно. И я до сих пор им довольна. Когда я только собиралась покупать себе мотоцикл, я изучила много разных вариантов, изучила их характеристики и выбрала, что же мне нужно для моих потребностей. Ездить я хотела по бездорожью и по дорогам. И поэтому выбирала я достаточно долго. Где-то полгода я изучала только этот вопрос. Изучала разные модели мотоциклов. У меня был сначала SkyMoto, потом Bajaj в мыслях, потом Geon я рассматривала. Ну и потом вот как-то неожиданно возник Шинерай. Он имеет достаточно мягкую вилку. Вилка перевертыш. Вот она. Вот там видно. Она настолько мягкая, что под моим весом мотоцикл тоже очень хорошо пружинит. Я не чувствую ни на дорогах, ни на бездоре особых каких-то там кочек, ямок. Все достаточно удобно и мягко. Подвеска у него настолько мягкая, что ездить на нем одно удовольствие. И даже со вторым номером, с пассажиром. Единственное, что когда я везу пассажира или меня везет кто-то на моем мотике, подвеска реально проседает. Вот чувствуется, что ему тяжело тянуть двоих. Или же, когда я ездила в дальняк и грузила на место второго номера, на багажник, вот сюда положила рюкзак, то тоже чувствовалось, что стартует он тяжело. Ну, что ему реально тяжело. Это, наверное, не только подвесочка, это еще и мотор, там, в общем, мощности не очень хватает на двоих. Поэтому, если у вас вес больше ста килограмм, то ему будет тяжело с вами. Со мной ему повезло, я легкая, поэтому прыгаем хорошо. Тяга на низах хорошая. Единственное, что на первой передаче он едет очень медленно. И немножко она дерганая. Ну, наверное, как на любом мотоцикле. Недавно я проходила тест-драйв на Сузуки. Шторм, кажется. Вэшторм. Как-то так он назывался. И тоже у него была первая передача дерганая. Я так подозреваю, что у всех мотоциклов такая вот беда с первой передачей. Но это такое. На первой разгон берешь. Потом включаешь вторую. И он плавно, нежно едет. Блин, сюда едет патруль на лошадях. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и губку. Счастливому клинку. Пока, пока, покачивая. Ну, сейчас поговорим. А я им скажу, вы на лошадях и я на своем коне. Правильно? Ну, здесь просто парковая зона. Катать на автотранспорте нельзя. Но у меня-то не авто. Правильно? Ладно. Посмотрим, как будет. Реально они на лошадях едут? Нет, мне ничего не сказали. Проехали мимо, посмотрели. Что кони, что всадники на меня так странно посмотрели. И пошли дальше. Ладно. Итак, я продолжу. Здесь такая движуха. На бездоре первая передача тянет хорошо, замечательно. Если не нужна скорость, если нужна именно тяга, то она есть. Но там, смотря какая горка. Я ездила по склонам. Ну, сколько там градусов. Я не знаю, сколько там градусов. Вот эти плиты, которые уложены на берегу речек обычно. Они имеют какой-то наклон. Вот по таким плитам я ездила. У меня где-то в видео, в каком-то видео есть эти плиты. Ну, и на первой передаче я вроде выезжала на них. И там длина их метров, не знаю, 10. Вытягивал. Нормально. Вторая передача такая же по силе, наверное, как и первая. Ну, то есть недостаточно, хорошо тянет. На бездоре я пользуюсь в основном вот первой, второй и третьей. Вот третья, это, наверное, максимум. Да. 60 километров третья идет. И по бездору я как раз максимум въехала 60 километров в час. Это было в парке Муромец. Здесь хорошие тропы. И когда нет людей, рядом нет отдыхающих, есть возможность разогнаться. Ну, то, да. Вот до 60 я разгонялась. А быстрее пока нет. Ну, надо же все постепенно наращивать. Я еще боюсь гонять так. Очень удобная посадка на этом мотоцикле. Это то, что хочу отметить реально. В дальнике на нем было замечательно. В этом случае попа не болит. Сиденье здесь широкое. Удобное, мягкое. Много места. Большое. С плавными. Вот нет резких углов. Они здесь плавные, поэтому ничего, ноги не давят, не жмет. По ширине тоже. Но достаточно широкое. Ну, то есть не узкое, но и не широкое. То есть оно не мешает. Вот здесь вот с ужина всегда как раз вот ноги здесь держат. Отлично, в общем, по посадке. Что еще сказать? Ну, багажник. На багажнике. Рюкзак у меня сидит. Руль. Руль тоже удобный, как у любого эндорика. Он широкий, высокий. В междуряде не очень удобно, потому что мои зеркала как раз на уровне зеркал джипов. Джипов или всяких там бусиков. Поэтому между ними, если не стоят рядышком, я проезжаю очень осторожно. Ну, все равно я еду быстрее машины. Комфортная скорость на дороге по трассе 90. Это самая такая вот средняя, даже чуть-чуть больше, вот 93 где-то. Идеальная скорость для этого коня. Также я на нем ехала со скоростью 110. Тоже крейсер такой себе выбрала, потому что ездила с шустрыми мотиками. И вот хотелось тоже как-то побыстрее чуть-чуть ехать. Я его гнала 110. Идет большой расход бензина. Ну, то есть там больше четырех литров, наверное, начинает съесть. Поэтому... А, еще он груженный был. У меня рюкзак был на багажнике. И я, и плюс скорость 110. Ну, и он брал больше четырех литров. Просчитать точно мне не удалось, потому что... Ну, не засекаю я эти цифры, не знаю. Еще не научилась засекать этот расход. Ну, вообще крейсер 93, а максималка 120. 120 он выдает всегда. А однажды я ехала на нем 130. Ну, это, наверное, был попутный весер. И груза никакого не было. В общем, 130, да, мы с ним ехали. А, да, мы масло заменили. Сначала я заливала в него масло Матюль 10В40-7100. Мне спартовод посоветовал 7100 залить. Я заливала это, мы обкатку проходили на этом масле. Но как только я залила 5100, те же параметры 10В40-5100, он сразу стал вести себя по-другому. Ну, вот почему-то мне настолько чувствовалось это. Мне даже показалось, что я на другом мотоцикле езжу. Настолько он по-другому стал себя вести. То есть это масло ему понравилось больше. Он стал резвее, он стал быстрее разгоняться. Ну, в общем, он поменялся. У него поменялся характер. Стало интересней. Поэтому масло, я так понимаю, имеет значение. Бензин имеет значение. Когда-то я залила не очень такой себе бензин. Тоже он ехал медленнее. Как-то ему не очень было хорошо. В общем, общее впечатление от этого мотоцикла у меня замечательное. Я рада, что я взяла именно его. Я рада, что мне попался мотоцикл именно такой сборки, какой попался. У меня с ним не было никаких проблем. Пока что таких весомых. Единственное, что было, это был неисправный звуковой сигнал. Сначала мне его на моем СТО по гарантии пытались исправить. Он потом все равно нестабильно работал. То работал, то не работал. И в итоге мне его просто поменяли. Поставили какой-то другой. Но это звуковой сигнал. Он нужен. Это важно. Я это уже поняла, что это важно. Поэтому, если у вас вдруг не работает звуковой сигнал, ремонтируйте его, меняйте. Что угодно делайте, но он вам может понадобиться. Ну, наверное, я расскажу, что я поменяла в своем мотоцикле со времени его покупки. Со времени его покупки мне пришлось заменить звуковой сигнал. Что еще? Вот, вы видите, у меня обвернута уже термолентой труба, выхлоп. Я как-то уже завалила мод. Он упал на меня, обжег мне ногу. Поэтому мне пришлось его теперь обвернуть, чтобы он не обжигал. Он расплавил мне наколенник. Он упал на наколенник, да, и наколенник расплавился. И прожег ногу. Поэтому теперь я замотала его. Дальше. Что еще меняли? Я поменяла ему руль. Когда мы ездили на Карастышевский карьер, я прямо на асфальте его уронила. И он упал вот прямо торцом вот этим вот на руль. И вот эта рукоятка свернулась. Поэтому здесь у меня уже стоит не родной руль. А я купила Лукас. Ну, говорят, хороший. Он подошел, в принципе. Единственное, что на него не стала защита рук. Видите, я езжу без защиты сейчас. Ну, в принципе, она мне пока что не так услужна. Я не так много эндурю. Ну вот, это то, что я заменила. Зеркала, как ни странно, родные. Сколько раз он у меня заваливался, но зеркалам повезло. Ну, а знаете, в чем дело? Они всегда были у меня немножечко недокручены. В принципе, они держатся хорошо, на ветру, все. Но не перекручена гайка, крепление. И поэтому, когда он заваливается, когда мод заваливается, зеркало раз и скручивается. Или сюда, или туда. И все, и оно не ломается, а просто скручивается. В общем, моим зеркалам просто повезло. Вот. Еще я ему хотела поменять аккумулятор. Аккумулятор меня очень не устраивал. Кстати, до сих пор он меня не очень устраивает. Потому что в нем... Вот я не могу его, наверное, показать вам. Здесь не будет видно его. Он где-то там. Под вот этой вот боковиной. С аккумулятором вот такая штука у него. Аккумулятор в этом мотоцикле... Почему-то мне так повезло с ним. Он имеет трубочку, которая отводит... Не знаю, что она там отводит. С пары или что. И она, получается, негерметичная. Аккумулятор негерметичный. Через эту трубочку, при заваливании мото, вытекает электролит. И он течет вот куда попало, куда придется. В какую сторону упадет, завалится мод, в ту сторону и будет течь электролит через эту трубочку. Я сначала не знала, что делать. Думала даже менять аккумулятор. Но потом мне сказали, что эту трубочку можно скрутить. Вот как поросящий хвостик. Как-то прикрутить это, чтобы оно держалось. И тогда электролит будет выливаться, попадать в трубочку. Но потом, когда поставишь мотик ровно, он будет обратно затекать вовнутрь аккумулятора. Я еще так не сделала, потому что все нет возможности. Нет времени открутить эту боковину и снять аккумулятор, чтобы трубочку закрутить. Но это нужно будет сделать. Потому что первое время я очень боялась заваливаться. Потому что вытекает электролит. Вот, он мне даже немножечко подпортил краску на моторе. Вот, защита мотора. Вот эти потеки. Это все сделал электролит, который вот здесь вот трубочка была. Свисала как раз. И он стек вот сюда при заваливании мото. Вытекал и разъел краску. И теперь мне вот эту часть нужно как-то красить, чтобы она не поржавела, чтобы она не портилась, не покрывалась ничем. Но насколько я знаю, не у всех мотоциклов, шинереев, именно моей модели, такие аккумуляторы. Я разговаривала с хозяином еще одного шинерея на своем канале в YouTube. Он говорил, что у него аккумулятор герметичный, с него ничего не течет. А хоть мотоцикл точно такой же. Ну, то есть это мне так повезло. Да, еще хочу сказать несколько слов о его вилке, передней. Передняя вилка настолько мягкая, что когда я вот даже здесь по парку Муромец я ездила по таким спускам, волнистые такие вот здесь горочки есть, они плавные достаточно. Поэтому я позволила себе разогнаться хорошенько. и там была какая-то крутая горка и спуск. И у меня крыло мотоцикла, переднее, стукнулось о защиту пера. То есть, получается, они соприкасаются, когда вилка сжимается. Получается такой удар. Вот здесь можно даже заметить на защите пера вот такие вот вмятины. Вот здесь с внутренней стороны. Вот здесь неровность уже появилась. Вот именно этой частью он бьется в крыло, когда вилка сжимается. Здесь расстояние достаточно большое. Сколько тут? 20 сантиметров? А, нет, здесь не 20, здесь меньше. Ну, в общем, выход есть. Можно подпилить вот эти части. Ну, здесь подпилить напильником или чем-то. Либо же здесь подпилить. Вместе с соприкасанием. Вот определить, каким местом именно оно бьется. И немножко подпилить, сделать такую вмятину, чтобы оно больше сжималось. Ну, в общем, выходы есть. Я видела, как люди здесь решают эту проблему. Просто я не настолько часто так прыгаю, чтобы оно прямо сжималось. Ну, вот несколько раз было. Здесь зазубрино есть. И здесь есть. И на той стороне тоже вот. Ну, в общем, есть немножечко. Покоценная уже стала. Защита. А вообще, хочу вам сказать, что я очень рада, что когда-то купила себе мотоцикл. Он все-таки открывает какие-то новые горизонты, новые грани жизни. Я могу себе позволить намного больше, чем позволяла раньше. Если раньше я зависела от знакомых, от автобусов, от поездов, от маршруток, то сейчас я завишу даже не знаю от чего. От работы, наверное. Нужно зарабатывать, чтобы покупать бензин. И все. Пока я работаю, пока я могу, я езжу. Я вижу новые места. Я обожаю это делать. Я знакомлюсь с новыми людьми. Жизнь кипит. Жизнь приобрела новые краски. Это замечательно. Вот я не знаю, надоест ли мне это когда-то. Мотоцикл – это находки для меня. Лапочка моя. Такой хороший. Обожаю его. К нам тут гости.